Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые партнёры, друзья участники сегодняшнего диалога. Сегодня здесь много уже звучало в предыдущих выступлениях о том, что ТВЭЛ является приверженцем основных направлений, связанных с надёжностью, безопасностью топлива, который эксплуатируется на вашей станции. И я должен сказать, и Сергей Владимирович упоминал, что предлагается банк топлива, который проходит референтность на российских станциях, на российских блоках. И вот в этой связи мои первые слова, они обращены сотрудникам Росэнергоатома, поскольку новое внедрять, оно сопреждено с массой возможных отпадений, каких-то несоответствий. И эксплуатация эта доставляет достаточно много хлопот, это и всякие лицензии, и необходимость измерения, оценка предварительных результатов. Поэтому вот, однажды договорившись с Росэнергоатом, мы исходим из того, что используем их блоки, и вот, откровенно говоря, в том, что сегодня новое топливо работает у наших партнёров, очень великая заслуга сотрудников станции Росэнергоатома. Следующий слайд, пожалуйста. Я должен сказать вот этим слайдом, просто хотелось проиллюстрировать то, что сегодня ресурс блоков даже с сороковых, с учётом продления, он уходит на десятки лет вперёд, не говоря уже о тех новых блоках, тысячи, которые по их ресурсам имеют 60 лет, а с учётом возможного дальше продления, как показывает жизнь, что это на самом деле возможно. И Сергей Владимирович упоминал 80 даже 100 лет. Вот на этом большом жизненном пути реакторных блоков, конечно, топливо может, должно проходить изменения, и мы вместе с вами, уважаемые партнёры, сегодня можем говорить о том, что по сороковому топливу и по тысяче блоков уже три поколения топлива отработало, работа идёт над четвёртым поколением, и об этом чуть ниже. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь, как бы, те критерии, те подходы, которыми руководствуется ТВЭЛ, но, естественно, увязки со своими заказчиками, и во главе, естественно, вопросы связки с безопасностью, с надёжностью, не забывается экономика, унификация, чуть ниже я об этом скажу. И большой комплекс работ выполняется вот для того, чтобы первые опытные партии пошли в Росэнергатом, пошли, так сказать, в эксплуатацию, прошли через регулирующий орган под громадный работ, объёмный работ. Он посвящён безопасности и надёжности топлива. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на этом слайде основные типы топлива для ВВР спиртопаратов 440-го, топлива третьего поколения для ВВР 1000-1200, топлива третьего и сегодня четвёртого поколения находится. Впринятие решения начала эксплуатации на российских блоках и уже упоминалась идёт работа с нашим чешским заказчиком для того, чтобы ТВС-12002 вошла в эксплуатацию на телевизорских блоках. По РВМК, вот, здесь развитие менее скромного сельскохозяйственного ресурса, по ВВР 800 мы в этом году, так сказать, этот аппарат вышел и работает уже, планируется в следующем году загрузка МОПС-1200, вчера здесь на этом совещании, вернее, на этой выставке шёл разговор, докладывал ДТК о готовности к изготовлению первой сборки в этом году будут изготовлены и установлены в ВВР 800 в следующем году. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь, когда в оригинале-то наше преобразование топлива 440-го, нужно сказать, несмотря на то, что последние 15 лет, как бы на рынке 440-го топлива, несмотря на всякие разговоры, как-то мотивы поставщиков топлива не было, вместе с тем, ТВС, со своими партнёрами и с участием российских организаций продолжала работу по развитию топлива. Сегодня вот на этом слайде это показано. Мы имеем несколько исполнений топлива 2-го поколения. Все они находятся в работе. Есть особенности у наших заказчиков. И сегодня одни используют топлива 2-го поколения в стационарном, будем говорить о том, что в 3-годичном топливном цикле. Есть выход в 5-годичный цикл. Есть использование в 15-месячном топливном цикле. И для всего этого потребовались те или иные модификации, которые реализованы и которые эксплуатируются. И здесь, я так сказать, находится комплект третьего поколения. В 10-м году оно было разработано, чуть лиже я скажу. И на точке станции сегодня вот как раз набирается та редкость, которая позволит нам предъявить и убедить наших партнёров в безопасности, надёжности и хорошей, будем говорить, такой экономической эксплуатации этого типа топлива. Дальше, пожалуйста. От 440-го топлива. Чуть-чуть подробнее. Значит, справа мы имеем несколько модификаций топлива 2-го поколения, начиная с базового, 4,38, следующие 4,38, вставляем для центрального отверстия и до 3-го поколения. Вы видите, так сказать, по выгоранию мы идём в сторону повышения, по количеству ТВС снижаемся, по расходу снижаемся. Вот все эти работы, они имеют наряду с повышением безопасности обязательно экономической составляющей, которая двигает все эти разработки. При этом нам удалось вместе с партнёрами обосновать и обеспечить работу блоков на повышенной мощности. Здесь эта информация приведена. Следующий слайд, пожалуйста. Топливо третьего поколения. По сути дела, это бесшифровая конструкция, позволяющая эксплуатировать в шестиганическом топливном цикле. Позволяет на 10% повысить эффективность топлива. Кольская станция, 4-й блок в этом году, расширение загрузки на этот блок. К 2019 году будет завершена соответствия между условиями действия той лицензии, которую имеет Росэнергоатом Патронских надзора. Опытная эксплуатация. И с 2019 года мы планируем перейти на полномасштабные перегрузки. Следующий слайд, пожалуйста. И вот как мы видим дальнейшее развитие топлива для 440-х аппаратов. Это топливо без центрального отверстия. Сегодня первый этап начат на АЭС Бухованы. Мы имеем обогащение 4,38. После загрузки и выхода стационара произойдет переход на более высокое обогащение, что повысит эффективность этого топлива на 4,76. По безчипловой я уже сказал. И новое направление, оно несколько раньше трогалось, но было отставлено. Но вот сейчас жизнь показывает, что есть необходимость серьезно посмотреть на вопрос уменьшения геометра оболочки для тех, выделяющих ПЭЛ. Я должен сразу сказать, что это предложение озвучало от наших партёров. Это не предложение ПЭЛа. Они как бы имеют сегодня некую оценку того эффекта, который может быть получен. Но здесь скромно так приведен, обозначен, то сказать, увеличением компаний до 5%. Но вместе с тем мы понимаем, для нас это будет вызвано с некой разводификацией, поскольку мы вот сегодня имеем один диаметр оболочки на все аппараты 9.1. Но наметили, и в этом году мы сделаем ПЭО, которое позволит действительно объективно, состоронне посмотреть на ситуацию, принять решение, уходить нам в уменьшение диаметра. И как это сделать? Если уходить, то вот здесь та временная линейка приведена, которая может позволить в 2020 году начать опыск на промышленную эксплуатацию. Но работы этого года покажут и обсудим с партнёрами, как нам эту работу поставить на оптическую реализацию. Следующий слайд, пожалуйста. Топливо для ВВР-1200. Вы знаете, ВВР-1200 сегодня в сооружении первые, так сказать, блоки на Воронежской и Ленинградской площадке. Но здесь тоже показано, дорогу, которую мы вместе с вами прошли, и указано и по длительности, и по водоранью, и по половой мощности. И мы сегодня, Юрий Александрович уже говорил, и приезжали к нашим партнёрам, где какое-то оптово используем, над чем работаем. Естественно, всё сегодня связывается с топливом четвёртого поколения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, до этого я должен сказать, что у нас была история. История КПЦ имела разные страницы, сложные страницы. Это было сопряжено с тем, что термомеханика КАТЕ в начале периода, она не обеспечивала проектную работу, регулирование. Ну, вот пришлось, так сказать, серьёзно потрудиться. В итоге появились две конструкции, жёсткие конструкции, обеспечивающие назначенный проектный ресурс, обеспечивающие безопасную работу органов регулирования. Это ТВСА, альтернативная конструкция, 98-й год, 2003-й год, конструкция, это, кстати, конструкция по КУДМ Африкантов. И 2003-й год, ТВС-2АМ, это конструкция гидропресса. Вот с того времени мы работаем с этими двумя конструктивами. Сегодня топливо платируется у наших заказчиков обоих дизайнах. Нужно сказать, что нейтронно-физические характеристики, специалисты в стране, хорошо это знают, абсолютно идентичны для того, чтобы оба ручка. Вопрос обращения, ну, к кому пришло, как говорится, сегодня, так сказать, ближе, понятнее и исторически так сложилось. Но, тем не менее, это топливо, так сказать, позволяет снимать ему все те характеристики, которые, вот, и конструкции, которые на этом слайде приведены. Следующий слайд, пожалуйста. ТВС-12-я. Мы определили систему сегодня шагом между дистанционирующими решетками 340 мм для обоих конструктивов. Тот, оптимальный, который обеспечит хорошую, надежную работу в опытовом регулирования и, так сказать, как-то на далекую такую перспективу вопросов обращения с этим топливом. В этой конструкции уже сегодня, имея хороший опыт эксплуатации референтного топлива, несколько других модификаций на Каинской станции, предусмотрено на замене стенки, увеличенное загрузка урана, труба, таблетки бецентрального отверстия, ряд других модификаций, которые позволяют загрузить больше урана и иметь более привлекательные топливные цепи. Все это я говорю, как говорится, и прошу помнить, что во главе вопроса безопасности и надежности, они стояли, стоят и, я думаю, мы к ним в первую очередь руководствоваться. Ну, вот те преимущества, которые подает эта конструкция, они приведены. Нужно сказать, что сегодня мы находимся в процессе продолжения лицензирования в Украине. Нас немножко огорчает затянувшийся процесс лицензирования, но поэтому есть много разных объяснений. Мы с пониманием сегодня относимся к этой ситуации, полагаем, и в самодействии с украинским партнером, полагаем, что мы также этот путь пройдем и загрузим АТРА-12 в украинские блоки. Как уже упоминалось, в этом году сейчас процесс лицензирования в такой очень активной фазе в Алгарии, перегрузка на АЭС. Думаю, все основания есть для того, чтобы быть успешными при лицензировании и, соответственно, загрузить и начать эксплуатацию на АЭС Козлобу. Следующая слайдь, пожалуйста. Вот здесь, как бы, не имея наработки по обоим конструкциям, различных опций, связанных с шагом, с длиной топливного столба, с перемешивающими решетками, с каблеткой децентрального версия, с утоненной оболочкой, разработана, мы полагаем, базовая на ближайший период конструкция сетки ТВС-4, применительно к конструктиву, когда каркас образован приваркой решетки к направляющим каналам, с одной стороны, с другой стороны, к уголковой конструкции. Мы думаем, что за этими конструкциями будущее и думаем, что оно такое достаточно, видимо, будет продолжительным, потому что следующий скачок, он может быть либо вот через унишение диаметра, либо через те новые материалы конструкционные, над которыми сегодня работает науше. Но, тем не менее, в 2018 году мы планируем, надеемся, нам удастся с разумных глядов начать на ростовскую эксплуатацию, ну и, соответственно, та работа, которую мы заняли сегодня в САЭС-Темилино, с ЧЕЗом, завершившись в 2017 году, и с 2018 года на именении начнется эксплуатация ТВС-4 в уголковой конструкции. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь то направление, о котором неоднократно мы заявляли, вышло на некую такую, ну, говорить не совсем, практическую плоскость, но, тем не менее, по согласованию с Росэнерго, мы в этом году заказали работу, и Пчатокский институт сделает технико-экономическую оценку всего жизненного цикла топлива с повышенным обогащением, то есть обогащение выше 5%, который сегодня, ну, в целом, по-миллу используется. То есть все сегодня используют топливо только 5%. Здесь указаны те преимущества, которые может дать это топливо. Они весьма существенны, поэтому в программе повышения эффективности Росэнергоатома работы это значится. Теперь важна оценка, которую мы должны получить и посмотреть. На всем жизненном цикле, включая обращение с облученным топливом этого дизайна, какова будет экономическая, так сказать, составляющая. Так, чтобы, если начинать, то понимать, как таким образом не только изготовить топливо, где достаточно все понятно, а вот как это топливо в последствии, так сказать, переработать, и что для этого надо, вот это очень важно понять. Ну, надеемся, это будет разрешено в этом году, будет рассмотрено на ДСИ. И при положительном решении, вот та дорожная карта, которая нам видится с тем, чтобы в 2020 году, если все будет складываться успешно, можно было бы начать опытную эксплуатацию какой-то первой пилотной партии. Надеемся, что действительно вот эта перспективная работа может иметь в ряду с теми двумя конструктивами, о которых, как я говорил, действительно вот такое серьезное будущее в нашем с вами взаимодействии. И следующий слайд, будет подавлено. Ну, по маневрированию здесь как бы есть все для того, чтобы топливо вы могли использовать в маневральном режиме. 440-ое топливо, оно давно используется в маневрном режиме, по крайней мере, на излугованный, когда это необходимо, этот режим включаем, не включаем, правда не очень так объемно. По тысячнику, к сожалению, экспериментальное, я думаю, такое подтверждение проведено только на украинском, в мировском блоке, пока она недостаточна, но они имеют, так сказать, очень серьезное намерение в 2017-м продолжить, и если вот эти 50 циклов будут успешными, очень вероятно, что будет приниматься решение, и этот режим суточного маневрирования будет взять на вооружение. Можно еще раз сказать, что все возможности, так сказать, для работы в маневрном режиме топлива обеспечивает вопрос в блоках, в том оснащении, ну и, естественно, необходимости использования этого режима. Следующий слайд, пожалуйста. И по вопросу ТВС-квадрата. Да, такая разработка сделана, она, так сказать, в соответствии с теми знаниями, наработками, которые имеют российские разработчики, по-моему, главным является, естественно, это назначенный проектный ресурс сохранения формы, геометрии, с обеспечением отсутствия прейтинга, с повышенным выгоранием, но и с рядом других опций, которые потребовались нашему первому заказчику, ну, в частности, запасы техно-технические и так далее. Сегодня мы имеем уже, соответственно, опытную эксплуатацию, и, с вами все говорили, сегодня мы имеем соглашение с рядом американским оператором, здесь заключено соглашение консорциями, как подвигать этот опыт на американский рынок, и полагаем, что вот на горизонте несколько лет, 19-е и 20-е, мы можем выйти на эксплуатацию топлива в режиме ОТА на двух наших американских партнеров, сегодня их несколько, есть соответствующие соглашения, но на репутацию мы, как бы, понимаем, что сегодня выход на рынок ТВР-100 топливов, он был обусловлен тем, чтобы решения, которые заложены в эту конструкцию, они были, ну, с одной стороны, проверены и обеспечены опытом, и они, кажется, ну, как инорады, не имели права на какое-то там отстранение, на какое-то шею. Сегодня мы понимаем, в этой конструкции достаточно много, есть возможности для матернизации совершенства, и, соответственно, наша организация на этой работе. И, по-моему, есть еще один слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Что мы с вами вместе сделали? Я должен сказать, что вот работа на протяжении всего этого периода, которая выстраивалась в открытом движении. Мы делаем ежегодные семинары с нашими заказчиками. Ну, так, есть несколько групп, на которых детально анализируются, разбираются. Вот есть вот разработки со всеми промежуточными предварительными результатами, включая в получение референсного опыта. И через эту форму проще, так сказать, заказчику понять и принять решение. Вот этот период мы смогли вместе с вами повысить, так сказать, длительность эксплуатации цикции. Здесь приведены выгорания, реализовать длинные топливные цикли, повысить мощность. По манерам задачка впереди, но топливо позволяет. Ну, я просто убеден, что вот та налаженная форма нашего с вами самодействия достаточно открыта, но это не говорит, что там есть какие-то скидки. Я должен сказать, что сегодня по любому, по-моему, заметному отклонению нам заказчик предъявляет, ну, если не претензии рекламации, то требование устроения, так сказать, приведения соответствий. Я должен сказать, что это очень хорошо помогает. Поэтому убежден, что вот те работы, о которых я говорил чуть выше, мы действительно с вами сможем довести до логического завершения и поставить их на эксплуатацию на ваших блоках. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ